Всем приятной жизни! Это Шлык, мы продолжаем играть в Defense Zone. Так, ну давайте 11 уровень, перейдем к нему. Посмотрим, что нас ждет тут. В принципе, все просто. Самолеты эти идут. Тут они идут как-то так сбоку дорожки. Ну ладно, не важно. Так, у нас 220 денег в начале. Что бы это значило? Тут не очень хорошо. Слушайте, может сыграем без огня? Можем ли мы сыграть без огня? Давайте попробуем сыграть без огня этот уровень. Но с кучей гаубиц. Вот я поставлю просто вот здесь вот. Ну я думаю, вот так вот логичнее будет, да? И вот это вот даже сразу за апгрейджем. Все. Вот в две этих, в два электронщика, да? Тут как бы вот... Ну пехота, само собой, это все фигня. Так, AR через три. Нам надо знать, что AR. Ну, ракеты, я думаю, где-то здесь есть резонство. Хотя можно было и здесь, на самом деле. Так, пока только пехота. Или машинка? Машинка одна была, да? Пока только пехота. Ну давайте заапгрейдим ракетную вышку. Так. Может даже турельки был смысл. Наверное, даже был смысл слушать и турельки. Одну турельку поставить и ей начать. Ну сейчас посмотрим, как оно будет. Не, ну пока, пока только пехота. То есть пока, ну пехоту мы остановим, естественно. Вот. Ну потом уже после пехоты пойдут простые мобы. Ну не мобы, а вот танки. Ну да, вот едут, собственно, первые машинки. Мне кажется, хорошее решение с молниями. Так, на, короче, эту молнию грейдить. Вот, грейдить. Да, чтоб у нее, если что, хеллфая был. И все, теперь надо копить 200. О, тут уже пошли... А, ну они легко жгутся эти все. Ага, понятно. То есть это все такой, пока зерк слабенький. Ну, уже намеки идут, что скоро пойдут всякие бронетранспортеры. А вот, кстати, и бронетранспортеры. Блин. Только вспомнил, они пошли, правда. Эх. Ну ничего, тут ракетница еще отработает, да? Тут же еще эта вторая загрыженная такая. Так, надо, короче, уже ставить пушки, я так понимаю. Причем где-то, наверное, вот так вот их надо ставить. То есть те, кто прорываются... Короче, отсюда начнем. Опа, самолеты. Ну, самолеты, я думаю, отхватят. Да, самолеты свои вот хватят. Отлично. Давайте следующую волну. Так, теперь, наверное, мы за соточку ракетницу апгрейдим. У нас тут есть теперь анти-БТР-1, на всяком случае. Ну, он на довольно большой радиус. Эх ты, блин. По пехоте-то не стреляй. Ну, нормально, нормально. Когда пойдут плотным зергам, вот, я думаю, все мы сможем принять. Ну, в смысле, встретить. Организовать, в общем, защиту. Они пока плотным... О, ты, кстати, уже на старте там начинаешь подстреливать. Когда я тебя загрыжу, ты вообще там поливать начнешь с того ранга. Точнее, фланга, направление. Не знаю, как правильно. Отлично. Отлично. Так. Айр еще следующая... То есть, следующая волна будет воздушная, да, как раз. Ну, хелл-файя тут нет смысла прожимать. Тут у нас гаубица подравнивает количество. О, отлично. По двум созданного. Отлично. Гаубица работает. Так, воздух. Ну, воздух тут опять слабый, так что он будет тут изи вообще. Их тут как раз шесть, да? И у него шесть стволов. Ой, у ракет. А танки отрабатывают гаубица вообще четко. Так, сейчас мы поставим вторую тогда гаубицу. Ну, наверное, ее можно... Не, ее даже можно вот тут, слушайте, поставить. Вот так вот даже она лучше будет, мне кажется. Ну... Ой, я сразу следующую... Ну, ладно. Вот сейчас как раз и испытаем. У нас две гаубицы просто. Да, нормально. Надо третью срочно подключать. И вообще ништяк будет. Третью, четвертую, пятую. Я, наверное, сейчас... Не, наверное, надо где-то здесь поставить. Да, все-таки. Ну, можно вот тут, вот с этой стороны поставить. Так она даже лучше, наверное, будет. Сейчас пойдут еще волны, давайте. Так, полетели такие самолеты. Ты там давай, ракеты не тратьте по самолетам стрелять. Ну, нормально, отстрелила самолеты. Ну, танки отстреливаются в две гаубицы вообще изи-бризи. Так, давайте прикинем, если... Да, вообще отлично, слушайте. Можно даже ее вот так вот выдвинуть сюда. Ну, чтобы наверняка вот так. И она на подхвате сразу на вылете будет фигарить. Так, только тут бы надо... Да, нормально. Не, надо теперь, знаете, где? Вот тут гаубицу организовать в конце. Потому что вот там у нас как бы слабое место. Ну, денег у нас, кстати, много. Сейчас почему-то стало. Только ее бы, знаете, вот тут поставить. Ну, ладно, тут тоже, я думаю, будет. Да, нормально. Мы сейчас одну здесь поставим. Давайте следующую волну. А вторую вот здесь поставим. Вообще, конечно, их бы загрейдить еще всем. Можно одну еще вот тут поставить. Не, мне кажется, фигня вот там. Вот здесь вот прямо самочеткое поставить. Бум-бум-бум. Бум-бум. Бум-бум. Бум. Слушайте, мне кажется, уже можно продавать эти наши... Давайте я вот тут вот поставлю гаубицу еще. Мне кажется, уже вот эти все ракетные... Ну, ракетные нельзя продавать, потому что они против воздуха специально работают. Ну, вот все остальные пушки, мне кажется, уже можно... Ну, электрические, их можно уже продать просто тут. От них толку вообще ноль. А сколько за 83 можно продать? Ну, вот эту я, пожалуй, продам. О, да, тем более пошли роботы. Я думаю, против роботов куда эффективнее будут наши гаубицы. Причем, смотрите, они неплохо на самом деле прошли. Так, ладно, надо гаубицы тогда в апгрейд ввести. Ты скоро будешь продаваться, поэтому... Пока Hellfire фигач. Так, Айр через одну волну. Ну, ладно, давайте посмотрим, что тут за Айр. Айр тут такой себе. В принципе, ничего особенного. Вот танки, то, что танки едут, меня радует, честно сказать. Хотя, стоп. Да не, нормально, тут еще две гаубицы у них на пути. Да, не проедут там. Ну, при всем. А, вот этот, конечно, ага, понял. А вот этот? Вот, смотрите, какой говнюк. Стреляй, ну огонь! Не, вы посмотрите, танки такие прошли. Говнюки, а? Много я их, наверное, понаставил. Ну, ладно, сейчас вот эта гаубица загрейжена. Она теперь тут будет поливать. Потом вот эту загрейжу. Так, а сколько там двое прошло, да? Давайте тут Hellfire заезжаем. Hellfire, а тебе апгрейд, давайте бешу. Туда дальше достреливал. Ты мой гапок больше, ооо, вот уже и не проходит. Теперь давайте бьем грейд вместе. Так, но этих же роботов уничтожат, да, я надеюсь. Или нет? Да твою же дивизию опять один прошел. Вот и господи. Ракетница теперь поливает. Так, ты давай тут Hellfire устраивай. Так, ну вот волна, где много танков, меня радует. Не, роботы, роботы, говнюки, живучие. Так, надо тебя обещал загрейдить. Так, и не загрейдил. Там как раз живучие роботы, бед. Не, ну, когда у нас начнет появляться с Hellfire, ну, точнее, вот он первый уже появился, да, с Hellfire. Ну, я имею ввиду, когда он начнется, начнет на всех вышках появляться. Вот, когда они будут стоять все в Hellfire, и тут фиг кто пройдет. Сейчас вот эти роботы... Просто одна эта гаубица под Hellfire столько домога вносит, что мама не горит. Вот видели сейчас все эти роботы, куда они сложились. Так, самолеты. Ну, самолеты летят, благо, с большим отрывом, хотя уже смеются. Ну, ладно, не смеем, окей. Топ. Как тут роботов складываем? Нормально все? Вроде нормально. Так, можно вот эту заапгрейдить. Так, наверное, она Hellfire. А, можно было не прожимать, ну, я перестраховался. Так, апгрейд готов, апгрейд готов. Вот этой остался, да, единственный апгрейд. И вот этой, дальней самой. Наверное, начнем с самой дальней, а потом вот эту. Да они, мама, не горюй, тут стреляют. Я вас умоляю, вы хотите сказать, что через этот кордон кто-то пройдет? Ага, опять воздух. А, так это уже 29-я волна из 30-ти, это мы уже выиграли. Это мы уже выиграли. Но я Hellfire юзать не буду, потому что неизвестно, что за 30-я волна. Ну, тут один всего-навсего робот. Так, давайте, наверное, заапгрейдим вот эту пушку. Посмотрим, как... Ну, мне кажется, без Hellfire справятся. Или нет, да, справятся, справятся однозначно. Все, готово. Пройден 11-й уровень. Ну, проскочили у нас там случайно чубзики. Ну, не без этого, ничего страшного. Но в целом было не так уж, чтобы и тяжело. Ладно, я тогда думаю, мы на этом этот выпуск как раз и закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.